Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, прекрасное солнечное доброе утро, и мы продолжаем, а фактически завершаем, осталось всего два эфира до выхода на каникулы, каждое лето мы уходим на каникулы без назад, но сегодня прекрасный и замечательный гость, Артём, доброе утро, я очень рад тебя видеть, и знаешь, самое интересное мне кажется, вот каждое утро мы начинаем с того, что мы проверяем, как сформулирована должность или регалий или погоны человека, и многие-многие делают всё по-разному, мне очень понравилось и очень запало в то, как ты сказал, что для тебя, например, то, что ты делаешь для людей более важнее, чем то, какие твои бизнесы, какие-то регалии, поэтому я очень рад тебя видеть сегодня. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Два слова буквально, почему Артём Агабеков ассоциируется с любовью к профессии, откуда вдруг это взялось? Мне самому это интересно. Любовь к самому делу, люби то, что делаешь, откуда родился этот замечательный такой вот название этого, я бы считал, что это движение уже, наверное, родит. Слушай, мне нравится фраза, что лучше всего мы рассказываем о том, чего не хватает нам самим. Это всегда так, и ты обучаешь именно тому, чему ты сам хочешь научить. Я сам учусь вот таких людей, как любить то, что ты делаешь, как быть проточным, эффективным. Для меня это всякий раз, когда я вижу такого человека, для меня это всегда невероятное вдохновение. И вот, наверное, поэтому есть такая ассоциация, потому что я таких людей стараюсь искать и быть с ними рядом, и общаться с ними, с мастерами в свободное от работы время. У тебя, в принципе, нет разделения на работу. Работа или отдых. Да, это всю часть жизни. Если твоя жизнь, она состоит из общения с таким большим количеством мастеров, которые еще находятся в таком состоянии потока, то, в общем, можно сказать, что ты каким-то образом тоже, опаляясь об них, ты, в общем-то, тоже становишься лучше, поэтому вот мое, как сказать, вот я считаю, что мы среднестатистически тех людей, с кем мы проводим основное время жизни. То есть человек это именно тот, с кем он проводит много времени? Скажи мне даже не кто твой друг, а скажи мне, кто твое окружение. Мы с тобой об этом сейчас немножко говорили до начала мероприятия, потому что если мы берем такой, допустим, город, как Москва, то в рамках одного города, даже в рамках одного кафе. Субкультур может быть очень много. Невероятно. И да, ты физически живешь в городе, но ты ментально живешь в пространстве, в пространстве, в экосистеме тех людей, с которыми ты находишься рядом. И поэтому это твой выбор, он может быть осознанный, он может быть неосознанный. И как я заметил, когда ты выбираешь таких людей, которые активно, которые выбирают что-то делать, которые выбирают себя реализовать и раскрывать, ну, в общем-то, это другая скорость, это другой поток, это другой интерес. И другая эмоция, вот тоже очень-очень важно, потому что мы же как бы социальные существа, и мы получаем сознательно или бессознательно тот уровень, тот квант эмоций от того человека, который сидит напротив нас. Это точно. Мне повезло сегодня, когда я встретил по дороге таксиста, и этот таксист, он просто сделал мой день. Он такой был жизнерадостный, кажется, армянин. Ну, то есть человек в режиме, в таком стакан наполовину полон солнца, он сидит за рулем, у него там все хорошо, хотя я у него сегодня второй заказчик, как мы выяснили. Он мне рассказал коротко свою жизнь, историю своего рода. И это не напрягало. И это не то, что не напрягало, а это мне, ну, это дало очень большой эмоционально положительный заряд. Вот я подумал, вау, спасибо тебе, день, за его такое начало, потому что могло быть по-другому. Это факт. Ты знаешь, у меня вот целый рой вопросов вокруг того, что ты делаешь, как ты связан с проблемами, которыми я рассматриваю, даже, вернее, не с проблемой, а с проблематикой или с вопросами управления, потому что я профессиональный менеджер и всю жизнь занимаюсь менеджментом и консультирую в области менеджмента, а ты собственник, который имеет успешный бизнес и в то же время ты создал систему корпоративного управления. И мало того, ты смог создать некую корпоративную культуру, в которой ты являешься не отстраненным человеком, а именно амбассадором своей собственной культуры. И фундаментально твоя культура, она строится на общих с тобой ценностях. Первый вопрос, такой, знаешь, издалека, как говорили, помнишь, как у поручика же сказали, вы не могли меня в щечку поцеловать? Как ты пришел к пониманию тому, что определяющим форматом в области менеджмента является корпоративная корпоративная культура, что именно среда и обеспечивает эффективность действия компании? Ты знаешь, ты меня так красочно представляешь, что ты задаешь такую высокую планку, что мне после этого даже... Нет вариантов. Неловко отвечать. Мы же всю жизнь учимся, и неважно, в какой ты роли находишься, пока ты, в общем-то, живешь, ты ученик, собственник, ты наемный сотрудник, это даже не играет значение. Вот, и мое наблюдение за успехами или неуспехами команд, они сводились к тому, что я просто сделал вывод, что лучше всего выигрывает игру та команда, где есть эта слаженность, где есть это как зорница в пионерском лагере, да, или как в хорошей сыгранной спортивной команде, где есть вот эта тонкая, непонятная, неосязаемая вещь, которую даже вроде как и сформулировать сложно, не то чтобы прописать, да, но на уровне причин именно она является определяющей вот таким клеем, да, клеем для успеха команды, потому что всегда что-то идет не так. Так, всегда возникают какие-то там форс-мажоры и прилетают черные лебеди от скорости реакции, от договоренности, от того, сколько человек себя действительно приносит в свой день, вот насколько он тотален в том, что он делает, да, вот этот уровень честности, когда у человека есть этот уровень честности, в первую очередь по отношению к себе, и когда он руководитель, и он этот уровень честности проживает, он не говорит об этом, а через поступки ты видишь, да, какой он, и когда он такой, то люди вокруг него, они, хочешь не хочешь, не могут этот стиль перенимать, да. Нет смысла воспитывать ваших детей, начните с себя, потому что ваши дети все равно вырастут похожими на вас. Абсолютно. И сотрудники, вот вчера только буквально мы общались на обеде с миддл-менеджерами, которые мне рассказывали, как у них идут дела, вот, и я их спрашивал, как вам сейчас общение там с нашим SEO. Это новый SEO пришел, новый генеральный, да? Сравнительно недавно, да, сравнительно недавно, он пришел в октябре прошлого года, и ребята говорят, что, слушай, мы находимся сейчас, мы ловим себя на мысли, что на часах у нас там 8, полдевятого, да, мы забываем про время, потому что нам очень драйвово, нам сложно, да, нам непросто. То есть он их вывел на какой-то новый некий уровень? Он их вывел на некий уровень ответственности перед самими собой, наверное. Это очень классно. Ты знаешь, я в очередной раз, ты говоришь, я там тебе задал высокую планку, не я тебе задаю высокую планку, а твои действия, которые я расшифровываю в своем мозгу как профессионал-менеджер, задаю. То есть, ты знаешь, я мало встречал собственников, которые после назначения генерального хотят общаться с middle-менеджером, спросить, ну как вообще дела? Это же очень интересно, это же, может быть, самая главная роль, которая должна быть у собственника, которая не находится в операционном управлении. Ты должен, мне просто люди интересны, поэтому мне повезло в этом смысле, и ты должен управлять ценностями организации, а как ты будешь управлять ценностями? Есть из формулированной ценности вашей компании? Ты знаешь, они написаны на стене. Сколько штук? Две, три, одна. Пять. Но самое интересное, что я даже сейчас не стану тебе их перечислять, потому что эти ценности, мы их создали в 2011 году, даже в 2010, по-моему, когда это была самая-самая такая заря. Мы долго жили и на обучении наших новичков, мы проводили круглые столы, мы перечислили эти ценности, мы рассказывали, как это важно. А сейчас я смотрю на это по-другому. Я считаю, что компания – это живой организм, и он всякий раз меняется с приходом нового человека, с приходом нового игрока, который привносит туда свою струну, он привносит туда свою картину мира. И главное, чтобы ты при встрече с этими людьми, при подборе этих людей, вы гласно или не гласно, желательно, конечно, гласно, потому что не названного не существует, вы договаривались о том, ради чего вы здесь. Что этот человек, который приходит к тебе в компанию, что он строит, какой храм он строит, про что он, для чего он сюда пришёл. Если он пришёл исключительно ради того, чтобы зарабатывать деньги, и это его является конечной целью, то правда жизни заключается в том, что он их не заработает. Потому что если он не включит коллективное сознание людей, которые находятся под ним, которые находятся вокруг него, то это будет механизм, как восьмицилиндровый двигатель, у которого он не то что троит, а он… Шесть цилиндров не работает. Шесть цилиндров не работает, да, и ты просто выливаешь бензин на улицу. Вот знаешь, есть такая, мне нравится фраза «имеющий уши да услышит», уважаемые радиослушатели. Вот сейчас Артём проговорил фактически фундаментальные принципы построения HR-политики в компании, ну вот я перевожу на русский менеджмент язык, да. Что это значит? Ты знаешь, буквально вчера я выступал перед топ-менеджерами логистических компаний и рассказывал, что моя ключевая компетенция – это построение системы управления, основанных на общих ценностях. Это моя ключевая вещь, почему я так глубоко в этом живу и почему мне так интересно. И потом мы остались с одним собственником, и он говорит, слушай, а я бы хотел вот начать у себя. С чего начать? Я говорю, с тебя. И вот здесь, понимаешь, действительно, что ты правильно говоришь. Мы сегодня тоже с тобой сказали, что чем крупнее компания, что если мы представим в целом как слой воды, то вот это здесь постоянные течения идут, и может быть, они заходят и наверх. Но вот задача топов и собственников удержать ключевые, фундаментальные ценности, которые составляют скелет этого организма. Мне очень понравилось, как ты сказал. Люди приходят не в компанию, а приходят на ценности, которые, ради которых эта компания существует. Люди приходят на людей. Люди приходят на людей, да. И вот поделись каким-нибудь инструментом, а что это значит – управлять на основе ценностей? Ты знаешь, это, наверное, виднее со стороны, и ты бы, наверное, мог бы, если бы нас и с удовольствием тебя приглашу, и посмотришь на то, как это происходит. Можем даже кино снять небольшое, мне очень нравится. Мог бы делать, наверное, свой какой-то срез такой аналитический. В моей картине мира тебе, если ты занимаешься бизнесом, ты не сделаешь бизнес сам. То есть, есть предприниматели, которые говорят, я делаю бизнес сам, я управляю сам, я главный капитан своего корабля. И это подход, и больше того, этот подход, он в малом бизнесе. В принципе, он приемлемый. Он достаточно распространённый, он хороший, да. Есть один нюанс, что ты достигаешь определённого порога некомпетентности, когда твой бизнес, поскольку ты его ведёшь, разрастается, ты упираешься в стеклянный потолок, потому что ты его ведёшь как специалист, ты главный эксперт. Да, ты главный эксперт. Мой принцип, что я не знаю, но я знаю, кого спросить. Я не эксперт, да, я ищу экспертов. И мне нравится быть в поле экспертов, потому что, если я ученик, мне нравится об них учиться. И больше того, если я такими экспертами компанию обогащаю, то для эксперта очень важно быть рядом с экспертом. Они начинают быть как самозатачивающиеся ножи. Учиться друг об друга, показывать уровень боевого мастерства. Возникает доверие и уважение. Очень важна такая штучка в компании, как доверие. Это базовая ценность организации. Если доверия нет, любой процесс, любая стратегия, которую бы ты не выбрал, даже самая успешная, она обречена. Поэтому для управления по ценностям в организации, наверное, то, чем в первую очередь должен заниматься руководитель компании или основатель компании, неважно в какой роли, потому что в моей картине мира люди, которые занимают руководящие посты, они сопредприниматели. Я никогда не провожу вот этот вот раздел, что я собственник, а ты наёмный сотрудник. Это разделение по классам. Оно не очень как лукало. Оно, получается, даёт возможность отскочить. Да. Оно, во-первых, даёт возможность отскочить, и мы начинаем делить на «мы» и на «вы». То есть, мы вместе в одной лодке. И если я, как руководитель, позволяю себе определённый уровень недостаточной искренности внутри моего отдела, от этого начинает страдать вся компания. То есть, если мой организм, который состоит из разных органов, если один из моих органов позволит себе критический уровень неискренности, то от этого потеряется как бы всё тело. Всё тело, абсолютно, да. Слушай, классно. Вот когда я тебя спросил, мог ли бы ты делать вот такие проекты на экспорт, то ты мне сказал очень важное одно условие – я бы мог, если бы у меня была возможность менять людей. Всё-таки, получается, что бы мы ни говорили, и мечта этого, помнишь, Ури из фильма «Электроника», где у него кнопка, она неосуществима. Мы сверхсложные социально-экономические, энергетические существа. Как всё-таки являть определённым, где произвести вот этот водораздел? Вот здесь мы брали всех подряд, не спрашивая, почему мы занимаемся работой и какие у нас ценности. А вот теперь мы определились, мы теперь живём по ценностям, и мы хотим только тех людей, которым это интересно и соответственно. Вот как его провести и действительно ли нужно его держать? – Нужно, конечно, нужно. Если ты хочешь быть счастлив в браке, ты же когда идёшь под венец, ну это странно, если бы вы прописывали, вот это наши ценности, вот так вот из этого состоит наш взаимный супружеский долг. – Ну, некоторые так делают, делают контракты брачные. – Возможно, да, но мы же как бы хотим, ну в первую очередь мы же хотим прожить счастливую жизнь. Мы не хотим, чтобы бизнес был сам по себе растущий в 10 раз в год. Мы хотим на самом деле, в моей картине мира, быть счастливыми людьми. Если для этого должен бизнес расти в 10 раз в год, ради Бога, но это не сама цель. – Человека может быть однобулочная где-нибудь там на какой-нибудь улице Москвы, или Парижа больше хочется сказать. – Абсолютно верно, и полно западных, если посмотреть на западную модель, на англосаксонскую модель, полно маленьких, средних бизнесов, которые ведется из поколения в поколение. В Германии таких бизнесов там и подавно много, там сотни и тысячи, да, где есть какая-то там артель, да, где есть семейное дело, да, которое передается там испокон веков, и люди прямо они этим гордятся, они счастливы, они не ставят себе цель там обогнать и выйти на биржу там спустя там два года и продаться за миллиард, потому что, вот честно, я наблюдаю сейчас за этим, за этой погонью за целями, она очень сейчас распространена в бизнес-тусовках, особенно в инфобизнесе. То есть, мы видим прямо, как там вот люди, выступающие со сцены, рассказывают, как ты должен там что-то там сделать, там увеличить, продать. – То есть, если у тебя нет миллиарда, ты лох. – Ну, это предыдущая версия Полонского, да, у него его нет. – Теперь уже, да? – Да, да. – А теперь, если ты не пробежал марафон, то ты лох. – Да, просто мне кажется, что есть два разных модуса. То есть, первое – это люди, которые движимы целью, это хорошо, и этого много прямо, поскольку они такие, они энергеты, и их много в эфирном пространстве. А есть люди, которые действуют из состояний, и их меньше, потому что, ну, они об этом как-то меньше, может быть, там, хотят всем рассказать, они себе не ставят цели сейчас там… – Популяризация. – …оплить собой все пространство вокруг. Но в моей картине мира это состояние, может быть, даже более важно, потому что, если ты находишься в таком ресурсном поле, да, то ты видишь возможности, ты встречаешь людей, да, ты другой сигнал транслируешь во внешний мир, он по-другому… – По сути, мы сейчас сделали снова линк к любить тому, что делаешь, да. То есть, люди вокруг тебя, ты вокруг людей, и создание вот этой эко-среды, в которой очень важно услышать самого себя. Помнишь, мы сказали, что это очень важная вещь, что при всем нашем желании сделать культуру менеджмента вообще… В целом, вот если бы ты меня спросил, что мной движет, я бы тебе ответил, что мое желание, мое желание постараться сделать так, чтобы управление людьми в России строилось не на страхе увольнения, как это, к сожалению, 90% сейчас, а на желание работать вместе, выбирая компанию по ценностям. Вот тогда вот это было бы классно. Я поэтому езжу и рассказываю об этом. Но услышать себя – это вот самое главное, да? Давай попробуем вот на эту тему порассуждать. Давай, да, с удовольствием я с тобой на эту тему поговорю, потому что мы экспериментировали тоже и с таким стилем управления, и с таким стилем управления. К чему мы пришли? Какие выводы? После того, как мы там пытались делать элементы призов организации у себя внедряли. И мы, собственно, не прочитав книжку «Лалу» устали у себя это внедрять, а мы, в общем-то, до этого так и жили. Пришли к этому? Да. Просто мы поняли, что нужно к другим относиться так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Вроде просто, вроде как. Ну, закон здравого смысла. То есть, если вот просто всё смотреть на мир через призму, через фильтр здравого смысла, да, и включать, действительно включать в момент принятия решения этот здравый смысл, то, в общем-то, не нужно читать книг. Потому что всё само становится очевидным. Потому что нет бизнеса как чего-то отдельно взятого. Есть жизнь, где бизнес — часть жизни. Есть твое рабочее время, есть твое свободное время, есть твоя семья, есть твои друзья, есть твой внутренний мир. И это всё части одного целого. Это да. И задача, ну, как бы, всё это соединить, да, думать, говорить и делать одно и то же. Как вот, ну, ты говорил, что вот, по крайней мере, у тебя достаточно много в копилке инструментов коснуться самого себя. Вот с чего смотрят нас предприниматели, собственники, топ-менеджеры? Вот как сделать так, чтобы сегодняшний день для них стал таким же солнечным для тебя, и они, может быть, впервые коснулись самого себя? Советы начинающим — начните. Начните. Ну, осознать то, что, в общем-то, мы всю жизнь для этого и здесь находимся, чтобы знакомиться через реакцию внешнего мира, познавать себя, знакомиться с собой и находиться в этом сознании новичка. Радоваться. Есть стереотип, который говорит, ты закончил школу, ты закончил институт, ты что-то знаешь. Стремительно меняющийся вулка мир, да, говорит нам о том, что вообще всё забудь, всё не так, да, что сегодня нужно учиться у двадцатилетних, потому что это уже более свежие прошивки, да. А если ты пообщаешься там с четырнадцатилетними, то как бы между ними будет разница между четырнадцатилетними двадцатилетними и двадцатилетними, как между двадцатилетними и сорокалетними, то есть эта скорость ещё раз увеличивается. Это факт. Поэтому ты без вот этого искреннего интереса… Open mind, да, как говорится? Или stay open, я не знаю, как вот эти вот популярные сегодня движения. Ну, это называют, это называют Масловича самоактуализация. Вот он там даже… Вы на самой высокой части пирамиды. Да, не самореализация, а самоактуализация. Самоактуализация. Да, и он перечислил, кажется, 15 признаков самоактуализирующихся людей. Можно просто найти… …после разговора и посмотреть эти признаки, и увидеть там, сколько из них твои, сколько этих признаков в твоём окружении. Вот, очень интересно. Да? И когда… И тогда у тебя, ну, процесс жизни, он становится… Это не бизнес ради бизнеса, а это процесс некого там, ну, пути, обучения, самоактуализации, и, естественно, ты должен что-то, если ты пришёл сюда, ну, сделать что-то хорошее. Ты знаешь, я слышал от руководителей, постоянно общаюсь с руководителями, у меня нет времени, я настолько загружен работой, когда мне развиваться? А теперь то же самое, а он возвращается к своим сотрудникам, говорит, давайте книгу начнём читать какую-нибудь. «Да вы что, зачем нам книга? Это нам не поможет, мы уже пробовали». То есть, как только ты начинаешь что-то к себе, сразу очень много сопротивления. Есть ли способ борьбы с сопротивлением? Ну, это очень хороший способ перекладывать на других то, чего нет в тебе. Вот, сопротивление, если его разобрать по частям, это со против лени. То есть, сопротив лени. Я думаю, что не сопротив лени, а мы вместе против ленимся. А, то есть, мы вместе против чего-то ленимся. Против чего мы с тобой, Рома, будем вместе лениться? Да? Против кого мы будем дружить? Поэтому любое изменение, оно сталкивается с сопротивлением. Это данность в связи с тем, что любой социум, любое общество, да и человек – это система, которая стремится к стабильности, она стремится перейти в режим экономии энергии, потому что исторически, если бы ты тратил налево и направо так активно свои килокалории, да, то ты просто бы умер с голоду. Поэтому ты должен переходить в режим стендбай. И тут приходишь, ты такой замечательный внешний агент, который говорит, ребята, меняйтесь. А они говорят, а с какого, собственно, да? Ты начни с себя. И поэтому есть хорошая фраза, что если все в порядке, ты смотришь в окно, а если не в порядке, то ты смотришь в зеркало. Потому что любой процесс, который происходит в организации, в конечном итоге он найдет отражение в тебе. В тебе само. Да. И если ты хочешь, чтобы организация менялась, ты должен набраться смелости, ты должен прямо отвести на это время определенное. И существуют разные способы. Миллион один способ. То есть, если у человека есть на это главное всегда в запросе. Вопрос всегда в запросе. Если у человека есть запрос, да, он, ну, две секунды можно открыть там, да, Яндекс или Гугл и найти способы там соционика, психологи, там, тренинги, да. Просто общение с такими людьми внутри компании в контуре. Вот. Мне даже нравится скорее делать так, чтобы люди были внутри организации, и в контуре с ними можно было бы об этом говорить, чтобы это было не оторвано от производства, да, что вот я сейчас тут от забора до обеда работу работаю, а тут я взял и куда-нибудь там… Вопросы просветленные, да, а вокруг меня невежественные люди, да, и я такой замечательный, да. Ну, то есть, это некий, в этом есть разрыв, да, некий есть в этом, как сказать, ну, некое натяжение, да, если мы это натяжение как бы не приведем к состоянию целостности, оно будет так или иначе фонить, да. Вот. Поэтому вот лучше, когда у тебя это происходит как-то вот по серединному пути. То есть, не стопроцентная бирюза, не автократизм, а есть где-то некий средний путь, который позволяет вот в нашей, с учетом нашей ментальности, находить какую-то вот возможность и для ценности, и для автономии какой-то людей. Есть замечательный фильм, он недавно вышел, называется он «История одного назначения». Российский фильм, как раз про… это Толстой, ну, современное прочтение Толстого, потому что почему-то Толстой играет в своем собственном произведении. Я думаю, вряд ли он так это задумывал. Рекомендую посмотреть, там как раз про порядки в царской армии, вот, и про то, как один сын такой достаточно либеральный попадает в эти устои, и он видит солдат, которые ходят с троем, которые ходят, их муж строят, вот, а он добренький. То есть, он не выбирает позицию, есть человек добрый, а есть добренький. И это не одно и то же. Вот он добренький. И он, как только у него появилась возможность сыграть в добренького, он их распускает во всех смыслах этого слова. И спустя там три часа… В бою они гибли. Они не то, что до боя не дошли, слава богу, они дошли до бани женской, вот. И баня горит, там, они там бегают по полю с женщинами, в общем, там мордобой, ахтунг, ужас. И, в общем, это все пришлось очень срочно собирать назад. Поэтому, говоря про березу, это очень хорошая история, но для того, чтобы она работала, у тебя, как в случае с английским газоном, когда ты на него смотришь и спрашиваешь, скажите, а почему он такой ровный? 200 лет. Да, знаете, очень просто, его просто нужно стричь 200 лет, и тогда вот все будет хорошо. Мы забываем одну вещь, то, что есть разная историческая база, фундамент, религия, и, допустим, есть книга «Протестантская этика и дух капитализма». Ее написал, кажется, Макс Вебер в начале 20-го века. Он разбирает, а почему, собственно, люди, которые зовут протестанты, по статистике они более успешные предприниматели. В бизнесе, да. Потому что у них это на уровне поколений, даже, может быть, где-то вбивалось, а может быть, это где-то начитывалось, ну, поколениями начитывалось, что труд – это добродетель. И разбогатеть – это добродетель. И разбогатеть не ради того, чтобы разбогатеть, а ты такое количество сделал, добрых дел, ты столько благосоздал, что даже эти деньги ты не тратишь на какие-то компенсации свои и на демонстрации. Ты просто получаешь обратную связь от мира, которая тебя благодарит за то, что ты выполнил добро в большом объеме. Это да. Понимаешь? И когда вот этого фундамента нет, и ты неожиданно приходишь в нашу реалию, где у нас был 1862 года крепостной строй, потом советская власть, которая тоже, по сути, тоже крепостной строй, а сейчас 20 лет НЭПа, и ты говоришь, ребята, а теперь бирюзовые, это от ума… Это баня, горячая баня. Это горячая баня, и я знаю крайне мало примеров, когда у людей бы это хорошо получалось. Я знаю больше примеров обратных. Слушай, еще раз хочу нырнуть немного в саму систему управления. Ты сказал мне эту фразу, потому что она мне очень понравилась, что наступает момент, когда в компании нужно что-то делать, какой-то прорыв или какие-то новые направления, или вообще просто подумать о том, куда развиваться, и ты спрашиваешь людям, ну что, ребята, давайте предлагайте. И тут как бы тишина в ответ, глупые вопросы, страх в глазах, потому что, как ты сказал, летите голуби, но крылья-то у них подрезаны. И это тоже болезнь, болезнь и некая боязнь собственника, отпустить, не отпустить. Вот с чего начинать формирование системы, в которой люди не боятся высказывать мнение, предлагать идеи, становиться сопредпринимателями. Не де юра, что им дольку в данном капитале отрежут, а де факто. Ведь приходя на работу, ты по сути и есть часть этого бизнеса. А если ты часть бизнеса, ты тоже предприниматель. Приглашать людей, которые сильнее, чем ты. Не бояться приглашать сильных людей, которые в своей зоне ответственности более экспертны, чем ты. Убедиться в том, что у них действительно есть искренний запрос на то, чтобы быть и состояться. Сила доверия творит чудеса. Не факт, что с доверием человек взлетит, но без доверия факт, что он не взлетит. Поэтому это русская такая больная тема. Я часто обжигался, доверяя, но, наверное, если бы я не доверял, то не было бы вообще ничего. Поэтому здесь не стоит из одного случая, где жизнь тебе показывает обратное… Не доверять никому. Из-за того, что тебя один человек подвил, не стоит лишать доверия девятерых остальных. Вот мне понравилось, знаешь, я не помню, где прочёл, что про доверие, что ты доверяешь, что доверие строится не в формате, что ты приходи и заработай у меня доверие, а наоборот, что я априори тебе доверяю, а как бы и буду доверять ровно того времени, если вдруг ты сам не сделаешь нечто такое, что моё доверие может к тебе измениться. И ещё один вопрос, мне очень тоже понравилось. Знаешь, если бы мы разные применяем инструменты или характеристики для измерения активности команды, фантастически зашла эта тема – октановое число человека. Вот что ты вкладываешь в это понятие, когда ты говоришь, с каким октановым числом команда работает? – Один тренер по карате, Богдан Курилко, рассказал мне следующую вещь, что в Японии есть для глагола делать семь определений. То есть можно делать по-разному семи способами. И способ, которым приветствует учитель, ученика, когда тот выходит к доске, он называется гамбаро. Гамбаро – это быть тотальным в том, что ты делаешь. Не формальным, а вложить весь свой дух, весь свой ментал, себя целиком без остатка в дело, в процесс. И вот эта гамбаро, по сути, это единственное, чего я спрашиваю, и как бы даже не спрашиваю, а тихо наблюдая, вижу или иногда не вижу в людях. Потому что как только есть вот этот уровень тотальности человека в делании, вот как только он присутствует в этом делании, это вопрос времени, когда он станет мастером. – Он станет. – Он станет, потому что он точно по этому правилу десяти тысяч часов, если он не преддаст в процессе самого себя, если он не даст вот этому… Мы же постоянно состоим из субличностей. Ты, наверное, знаешь. Нет у одного человека роман, у него есть разные голоса. Мы говорим об этом. Так же, как и у меня. И вот если этот человек, он не даст вот этому голосу критика, который всегда есть у каждого, который скажет, слушай, мы так и знали, мы с тобой лузеры. Ничего из этого не выйдет, это всё не имеет смысла, мы умрём. Очень легко этот голос включить. Невероятно легко. Достаточно включить телевизор у тебя на реке, достаточно послушать то, о чём говорит народ в широкой массе. Очень легко быть несчастным, быть счастливым тяжким. – И причём ещё не просто несчастным, а несчастной жертвой. Потому что кто-то другой всегда виноват в том, что ты несчастный. – Потому что я, когда несчастная жертва, я получаю вторичную выгоду от того, что я жертва. Значит, мне надо жалеть, значит, кто-то другой виноват. И в этот момент происходит снятие из себя ответственности. То есть, вот такая некая инфантилизация. Я наблюдаю это, и отслеживаю, и отлавливаю это в себе, не знаю, X раз в день. Иногда это удаётся, иногда это просачивается. – Но мы же люди. – Да, мы живые люди. То есть, как бы просто нужно за этими вещами наблюдать. И когда в тебя вселяется вот этот пессимист, который говорит, слушай, это всё как бы, ну, бестолково, да, мы там все умрём. Просто сказать, окей, я тебя слышу, я с тобой согласен, но ты не я. – Ты лишь часть, одна какая-то, одна двадцатое меня. – Назвать его по имени. – Страх. – Потому что неназванного не существует. – Ну да. – Назвать его, выделить его. – Назвать ему имя какое-нибудь. – Да, скажи, хорошо, я тебя слышу, да, успокойся, всё будет в порядке, мы с тобой договорились, идём дальше. Вот, просто выключить этот звук, потому что, когда этот фон идёт бессознательно, ты просто не измечаешь, как ты можешь быть в своих реакциях токсичным, как ты можешь не вкладывать в дело веру, потому что этот критик, он не позволяет тебе в этом быть тортом. – Разрушает. – Да. – Слушай, в этом смысле, знаешь, мне очень понравилось, я прочёл притчу, где маленький индейец приходит к своему дедушке, слышал, да, этих про два волка. Он говорит, один волк добрый, другой говорит злой. Дедушка, а какой победит-то того, которого ты кормишь? – Как раз на первом форуме где-то был, мы показывали этот мультик. – Да? – Да, всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. – О, отлично. – Мы всегда выигрываем. – Ты будешь мне ссылочку посмотреть, тогда будет интересно. – Да, мы всегда выигрываем в игру, в которую играем, поэтому здесь нужно понять, а в какую игру я на самом деле играю. Если я играю в игру жертва… – Скажи, как, вот просто в оставшиеся там 10 минут, сегодня там они… К сожалению, я думаю, что большинство людей говорят, а о чём они вообще разговаривали все эти там 45 минут? – Ну да. – Да, и… А мы разговаривали конкретно о том, как привести… Вот, ты знаешь, я вчера как раз сказал, что выступая перед ними, перед топами логических компаний, говорю, ребята, вот всё, что мы говорим о ценностях – это всё про деньги. То есть, если перевести в конкретный инструмент, компания создаётся для того, чтобы зарабатывать прибыль. Основатель рискует своим собственным бюджетом, деньгами и всё остальное. Но! Деньги ради денег не работают. Вот тогда, когда мы начинаем говорить про ценности, это значит, мы хотим не просто зарабатывать деньги, а мы хотим нести нечто большее. Да, мы зарабатываем деньги, покупаем машины, квартиры, мы платим вам зарплаты. Но для того, чтобы нам выживать в этом рынке, нам нужно нечто большее. – Конечно. – Как раз то, что нас объединяет. И всё то, что мы говорим сегодня – подойди к себе, спроси про себя, лучшие люди – это всё для того, чтобы компания в целом, как организм, работала хорошо. То есть, что такое токсичный человек – компания? Это больной орган. И что у тебя, когда орган больной? Идёшь к врачу, либо выписывают таблетки, либо хирургическое вмешательство. То же самое и здесь. Но здесь всё-таки, всё-таки, я всегда об этом говорю, что если собственник говорит, стуклюет кулаком по столу, говорит, я больше не хочу слышать о этих проблемах, о проблемах он не услышит. Но они никуда не денутся. Вопрос – как руководителю топа, вот сидящему сейчас, смотрящему нас, всё-таки задуматься и сделать какой-то… Можно, знаешь, я всегда прошу своих спикеров сделать топ 5-3 шага, которые позволят тебе приблизиться хотя бы к осознанному управлению людей, к осознанному пониманию, что в компании должна быть корпоративная культура, и она на чём-то зону построена. Вот самые простые практически 2-3 шага. С чего начать? Когда человек знает ответ на вопрос «Зачем?», ему доступно любое «Как». Вот зачем вы делаете бизнес? Кому от этого хорошо? Какую ценность вы создаёте? Что драйвит ваших людей? В какой роли вы по отношению к ним? Вы только спрашиваете или вы выступаете в роли наставника? То есть коуч или консультант, да? Да. Какой уровень доверия внутри, какой уровень искренности в компании? Люди приходят, они приносят себя целиком или они просто приносят своё тело на работу? Очень важный момент. То есть они его сдают в аренду, да? И в этом нет ничего ужасного, таких людей очень много, просто вы на входе не договорились с человеком, с правильным человеком, вы не договорились о предмете сотрудничества. На что вы ловите людей? Какой смысл им у вас быть? В чём эволюционная цель компании? Есть ли она? Класс! Друзья, ставьте на паузу, пересматривайте. Вот каждый из этих вопросов, по сути, это день размышлений. И если вы, я не знаю сколько, двенадцать, наверное, как минимум там, я даже потом пересчитаю, вдруг загруппирую и потом под постом под нашим выложил. Если серьёзно задуматься, осознанно включить некое в себе представление об этих вопросах, то откроются очень многие истины, на которых ты раньше даже не задумывался. Вот я хочу вспомнить, попытаться вернуть тебя в то состояние, когда впервые ты ощутил вот эти ответы. Какое у тебя было эмоциональное состояние? Слушай, честно говоря, у меня нет ответов на эти вопросы. Ну, ты так или иначе в них же находишься. Конечно, конечно. Мы тоже постоянно, то есть они поэтому у меня достаточно легко и всплыли, потому что я их вербализовал. Так эти мысли, они происходят даже на невербальном уровне. То есть это на уровне ощущений как-то происходит более тонком. Критерий всегда один – это радость. Если ты в процессе своего делания испытываешь радость, ты точно копаешь в ту сторону. Ждать, что эта радость не спадет сверху, как манна небесная, не стоит. Нужно напрячься. Вот, безусловно, очень важно любить то, что ты делаешь. И, скорее всего, здесь расположена область твоих талантов из сильных сторон. И компенсировать себя другими талантливыми людьми, которые сильны в том, чего у тебя нет. Это называется дуалы – люди, которые дополняют друг друга. Поэтому очень, кстати, важно изучать себя, свой тип лидерства. Они совершенно разные. И для того, чтобы понимать других, нужно понимать себя. Ты не можешь управлять другими людьми, если ты плохо управляешь собой, если ты неосознанно относительно своих реакций. Поскольку любой бизнес – это проекция основателя. Так или иначе, это все равно проекция тебя и тех людей, с которыми ты договорился, которые на твой импульс пришли. Поэтому это нужно постоянно, как этот визир, его нужно постоянно, как сказать, с него снимать налет. Знаешь, я понимаю, но, скорее всего, мы можем услышать такой вопрос – а-а-а, понятно, чего там он сидит, он собственник у него, у него куча денег, а мне тут надо семью кормить, все остальное. Как можно ответить такому человеку, на самом деле попытаться оценить эту агрессию, которую он с утра до вечера вынужден обеспечить хлеб насущно, но… Он прав. Он прав? Он прав. У меня только есть один ответ – он прав. Так и есть. Жизнь – боль. И все же… Это выбор. Выбор каждого. Это выбор, который, да, еще раз, несчастным быть проще всего. Мы вновь возвращаемся к осознанности. И вот скажи, пожалуйста, я уверен, что ты так или иначе… Даже вот последний пример. Ты говоришь, вы пригласили нового SEO. Проводил ли ты собеседование этот человек? То есть, какие важные вопросы для себя задавал, вот в оставшиеся там несколько минут, чтобы было понятно… Вот, может быть, ты даже удивил этого человека, который пришел к тебе на собеседование, а ты ему спросил про что-то. У меня есть очень хороший… Это не мой способ, я его где-то услышал в свое время, я его активно использую. Я предлагаю людям в формате монолога рассказать минут пять, а еще лучше десять про себя. Это так интересно. Потому что мы привыкаем играть в сквош, в такой некий смысловой пинг-понг. И вот в этом пинг-понге мы не уходим глубоко. Мы вот где-то на уровне поверхности, там у нас волны плещутся, а глубина, она такая не совсем прозрачная. А как только ты говоришь человеку, вы знаете, вот мы сейчас внимательно будем вас слушать, следующие десять минут прямо кладешь на стол телефон или часы, вот, и даешь ему время для монолога, где-то минуте на второй, на третий у человека заканчиваются слова, возникает пауза, и он так на тебя смотрит с некой такой… – Да, 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 да. – Что типа, ну скажи что-нибудь, позволи мне снова сыграть этот пинг-понг. А ты с чувством глубокого уважения, сопереживания и сострадания ты продолжаешь молчать. И человек начинает говорить. И то, что он говорит… – Это и есть та глубина, да? – Это интересно даже для него самого. Это не всегда работает стопами, потому что это подразумевает все-таки, ну это, если мы говорим о позиции SEO, в моем понимании это как, не знаю, это уровень там семьи практически, да, может быть да еще, ну как бы уровень моей семьи, он зависит от точности этого человека. – Абсолютно, абсолютно. – Вот поэтому… – Ты сам зависишь от кого? – Я сам тотально завису, поэтому для меня эти связи, они должны быть либо очень глубокими, либо их в принципе может не быть, потому что мы тогда вряд ли будем как бы в долгую счастливы вместе. Но когда ты беседуешь с человеком на позиции ниже, да, и у тебя не так много времени, а я стараюсь много времени уделять общению с людьми на входе, потому что все-таки я как бы выступаю определенным там фильтром, да, людей в компании, то человек сам удивляется, как много нового он у себя в процессе этого монолога узнает. – Спасибо тебе огромное. Я, если позволишь, очень быстро постараюсь кратко резюмировать. Первое, ну, если бы можно было бы наобозначить тему, о которой сегодня мы говорили, мы говорили про осознанную любовь к тому, что ты делаешь, если мне так позволишь сказать. Все зависит в первую очередь от самого себя. Ты сам выбираешь, кто ты в этой жизни, хочешь ли ты жить по-другому или не хочешь, и только от тебя самого зависит твое транслирование и своих эмоций, своих состояний. А если ты руководитель, то это твоя еще и обязанность достучаться до самого себя. Российские компании в целом, и в целом компании управляться могут быть по-разному. От сверхавторитарного до сверхбирюзового, там у кого какие возможности финансовые позволяют, сколько допустить. – Кто во что играет. – Кто во что играет. Но основа все-таки компании – это некая среда, которая понимает и притягивает людей. То есть люди приходят не в компанию зарабатывать деньги за зарплату, а люди приходят в компанию делать это дело. И вот если это дело, оно интересно, если оно созвучно сердцам этих людей, и на самом деле это не искусственно, это не плакаты написаны на стенах, а это стиль жизни этих людей, только тогда возникает вот это вот единение. Причем это единение как некая центростремительная сила. Кто-то отваливается, ненужные люди, а нужные они приходят и создают вот эту среду. Что очень важно для собственника. Для собственника очень важно быть амбассадором этих ценностей. Да, мы говорим, что люди уходят, и здесь на каком-то уровне культура может меняться. Даже пришедший директор может поменять культуру, но ключевые, коренные ценности остаются от собственника. Спасибо тебе огромное, было очень интересно. – Спасибо, Рома. – Да. До новых встреч, друзья, до следующей встречи. У нас будет еще один бизнес-завтрак, и уходим на лето. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова